Что нового? Какая оперативная ситуация? Это нормальная оперативная ситуация. Сейчас в данный момент перемирие. Поступают регулярные провокации со стороны украинских войск, чтобы мы открыли огонь и сорвали перемирие. Нас в этом обвиняли. Мы стараемся задерживать себя, честно, стараемся. В данный момент, вы тоже слышите, по аэропорту работает с воинской частью города Авдеевки. Эта часть провокации. Ну а так, в принципе, все нормально. Все хорошо. Как вы считаете, какие перспективы у этого перемирия? Я уже, я сказал, плохо это попахивает. Честно, откровенно говоря. Попахивает каким-то идиотизмом или заговором. Или это перемирие на руку украинских властей, но не нам. Сейчас очень много ходит слухов о том, что украинцы готовятся к прорыву, к массированной атаке. Мы готовы. Вот с кем вопросом? Будем накрывать тушенку очередную. Мы никого ничего не боимся. А шеврон их новый понравился мне. Киборги. Красивый шеврон. Для дебилов подойдет. Вы не могли бы несколько слов сказать для мужчин, которые имеют хотя бы армию за плечами, или тем более боевой опыт, но сидят в интернете вместо того, чтобы сразу собрать? Да, диванные войска вы имеете? Да, да. Да, ну что я могу сказать мужчину? Понимаете, я учу своих людей, своих друзей, которые самобоюют, которые видят дорогу, мощных мужиков, которые идут по улице, там, в узайской походке. И у моих ребят в психологии, в каком-то плане нервничают. Мог бы взять автомат, мог бы это помочь. Бог судья о каждом. Но если у мужчин есть какое-то достоинство, чтобы отстоять свой край, они должны взять автоматы в руки и прийти к ним. Как вы относитесь к тем, кто в Крыму сейчас пребывает в Ростове? Это личное дело. Это дело личное каждого. У меня есть свое мнение. Я рад, что у меня есть целый батальон. Отважный, уверенный себя мужчина. Я горжусь людьми. Я горжусь теми, кто со мной воюет со Славянска. Тот же, даже министр обороны, тот же главнокомандующий Захарченко. С Комовым я знаком еще по Славянску. Захарченко я познакомился в Шахтерске. Так что есть настоящие мужчины. Есть мужчины с головой, мужчины, которые хотят и умеют. Я горжусь теми людьми, которые воюют со мной плечо, плечо, плечо со мной. Вот тот же Восток, тот же батальоноплот, тот же Кальмиус, те же казаки. Ребята, может быть, они и какие-то батальоны не участвуют в активных действиях, как бы им хотелось. Но для этого есть свои детские плечи. Каждое время придет, и все помогут друг другу. Например, так же, как же и батальон Моторолу. Мы воюем не первый день, и я вижу, кто к нам прибывает. Люди прибывают с желанием не отсиживаться, не просто одеть форму и нашить шеврон. Но действительно хотят воевать впереди. А что эти мужчины скажут? Да ничего я не скажу. Бог им судья. Пускай им жены их не говорят и стыдят их. Но не мы. Готовы идти на Киев? Да, да, какой Киев? Киев-то мало. Я уже говорил миллион раз, еще раз скажу вам. Львов, это минимум. Я хочу увидеть Львов. Я хочу, чтобы все эти областя, которые посылают своих солдат против нас, почувствовали, прочувствовали эту ситуацию, когда бомбят города, когда они занимают обороты возле города в километрах 20. и начинают нас толпать. Так же и я. Хотел бы предоставить такую возможность жителям всех областей, которые против нас. Хотя, как показали выборы в Украине, я, правда, не слежу так сильно, но ребята мои показали мне. Оказывается, мы с Киеви Моторола даже на предвыборной кампании поучаствовали. Это приятно. Изборченные бюллетени, жалко, что такое мало. Как вы вообще относитесь к результатам выборов? Да бредом сумасшедшего. Какие выборы есть и официальные? Там даже и 40 процентов, по-моему, не было. А написали 90 процентов, и сколько там написано? Не верю я в это. Бред сумасшедшего. И опять ли делают те же блоки Порошенко, тот же Ярош недоделанный, который бандит и убийца. Уже и в депутатах. Ну как это понимать? Ну это цирк. Как вы вообще к психическому состоянию украинцев относитесь? Что-то не допускают такое? Не жалко. Я говорю им как человек, который воевал, не воевал, а служил у Каинской армии. Который так же вместе с ними переживал все наши неудачи. Ну, теперь мне просто жалко. Просто они как слепые котята, к сожалению. Неужели у вас не хватает смелости, так же, как Донецкая народная республика, Луганская народная республика, просто встать против этих идиотов и дебилов? Я по-другому назвать не могу этих людей, понимаете? Не могу. Реально не могу. Только вопрос, в чем сейчас нуждается Сомали, вот чтобы кинуть клич, допустим, тем же российским журналистам и так далее. В чем самая острая необходимость сейчас? Острая необходимость? Ну, в вооружение добавить. А так, да нет, в принципе, по большому счету, благодаря министерству, благодаря людям, которые хотят напомочь из той же Москвы. Владимир Вольфович в две Нивы прислал сегодня ночью мы про налет. Одна из них уже летает на передовой, вы сами прекрасно видите. Спасибо ему большое, я очень благодарен ему за такой подарок, щедрый действительно подарок, потому что машины нужны, тем более такие Нивы сейчас впереди, у нас зима начинается. Надя, как говорится, кто хочет, тот поможет, чем, кто чем сможет, как говорится. Теплые вещи ребятам нужны, брать не будут, да, нужны, чем больше, тем лучше. Ботинки особенно, ботинок ребятам нуждаются, потому что размеры, которые приходят, особо маленькие, к сожалению. Или большие, очень. А есть такие размеры, как 43-43, даже есть 38-й размер, извините, поймите правильно. А с медикаментами как обстоит дело? Медикаменты, ну, медикаменты обезболивающим много всего, но не хватает противовоспалительных. Это против гриппа, ангины, вот такой вот, понимаете, вот серьезные такие вот. Сиропа не хватает от кашля, например, те же капли в нос. Все это мы покупаем за деньги, которые выделяются в министерстве. Потому что, ну, это реально не хватает, я бы честно. В перчатках ребятам не хватает, шапок не хватает. Ну, такой вот, понимаете. Мы постоянно получаем гуманитарную помощь с разных городов. Из Самары, из Петербурга, из Москвы. Так что из Ростова получали неоднократно. Люди, она знает, люди нам хотят помочь. Так что. Скажите, пожалуйста, как вы видите будущее бойцов после окончания войны? Кто они будут в республике? Надежная армия. Самая надежная. Армия, которая будет достоять, не будет носить просто камуфляж. А будет действительно с гордостью его одевать и с гордостью его отстаивать. И с гордостью будет отстаивать наш флаг. Наш народ. Это самое главное. И наша земля. Такой немножко политический вопрос, если вы не против. Как вы относитесь к Новороссии как к самостоятельному государству или к воссоединению с Россией? Ну, вы знаете, по мне, по мне, я могу вам сказать честно. Да я говорил же, что я буду скрывать это. Я... Я очень сильно симпатизирую Путину, Медведеву и Жириновскому. И скрывать не буду. Я бы хотел, чтобы Новороссия вошла в Россию. Ну, это мое личное мнение. Я его не навязываю никому, ни своим ребятам, солдатам, ни окружающим, никому. А на выборах, я надеюсь, наши выборы сейчас будут, 2-го числа. Я думаю, люди правильно сделают выборы. Там выборы единственные должны быть. Только Захарченко. Больше никого этого не вижу. Захарченко действительно как мужчина, как отец, как командир, как даже товарищ. Он вам сказать так честно, может быть, это ромкие слова будут. Но когда он ко мне приезжает, у нас нет понятия, что он главнокомандующий, а я там командир отдельного батальона. Что я подчиненный. Он приезжает, узнает какие проблемы и старается помочь из-за всех сил. Он, Кононов, я не буду это скрывать, да, я уважаю этих двух человек, которые действительно стараются. И это единственный кандидат, который не обещал Золотые Горы на предвыборной кампании. Я, например, он был в моем родном городе, Валовайске. И когда сказал, что вы обещаете, он сказал, ничего, я вам не обещаю. Это правильный ответ, я считаю. Лучше не на словах, а на деле делать. И Захарченко, и из той категории людей. И я уверен, что у него все получится. Шкурный вопрос, когда Борин Херсон Николаев освобождать? Как только, так сразу. Подсказать берутся все терпения. Я знаю, что, даже не буду скрывать, я общаюсь с людьми и с Запорожской, и с Херсонской, и с Леопетровской, и с Харьковской, и с Киевской области. Все нас ждут. Все очень сильно нас ждут. И, поверьте мне, когда будем ходить в эти областя, люди уже все не будут спокойно там. Они будут выходить и вступать в наши ряды, и освобождать свои областя. И, может быть, я надеюсь на то, что Украины уже не будет. Никогда. Будет одна большая страна, это будет или Новороссия, или Россия. В общем. Можно пару слов для подполья, для тех, кто сейчас там остается, ждет, ведет работу какую-то? Ребят, ждите, мы будем обязательно у вас. Я вам даю слово. И мои люди будут идти. Ну, да, позже мы дойдем точно. А там посмотрим. Спасибо вам большое. Спасибо.